Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на Международный радиофестиваль сказки. Сегодня вы услышите волшебную историю, которую сочинил для ребят немецкий писатель Ганс Фаллада. Маленькие читатели Германской Демократической Республики очень любят его книжки. Вот когда вы подрастете, станете старше, может быть, прочитаете его книги для взрослых, узнаете, какую тяжелую и героическую жизнь прожил этот замечательный человек. Книги Ганса Фаллады знают и любят во всем мире и дети, и взрослые. Ну, а теперь слушайте наш маленький радиоспектакль, поставленный по сказке Ганса Фаллады. Называется он «История про золотой Таллер». Ох-ох-ох! Жили когда-то на свете девочка по имени Анна Барбара. И ее старенькая-престаренькая бабушка. Жили они бедно, перебивались хлеб на воду. Однажды бабушка занемогла. Анна! Что, бабушка? Анна! Видно, не подняться мне больше. Что ты такое говоришь, бабушка? Знаю, знаю, что говорю, внученька. Ты лучше послушай, что я тебе скажу. Останешься одна, отправляйся немедля на поиски золотого Таллера. Не будет тебе счастья, пока не заполучишь его. Хоть десять, хоть двадцать лет придется у людей работать. Не ленись. Только бы отыскал ты этот Таллер. Ни мне, ни маме твоей он так и не попался. Может, тебе повезет. Запомни, Анна, в нем твое счастье. Хорошо, бабушка, я поняла. Холодно-то как? Где же искать мне золотой Таллер? Пошла, пошла! Кажется, кто-то едет. Ой, боязно что-то. Уйду лучше от греха. Ты кто такая? Эй, куда пошла? Остановись. Я? Ты кто ж такая? Я Анна Барбара. Иду по белу свету искать работу, за которую заплатят золотой Таллер. Таллер, говоришь? Так, так. Скажи, а ты работящая, бережливая? Ой, работать я люблю. Я у бабушки все-все делала. Она меня хвалила. А ты, честно, не обжора? Ой, что вы такое говорите? Нет, конечно. Вот что, Анна Барбара, будешь работать у меня ровно три года. Если послужишь хорошо, получишь свой Таллер. Я не буду лениться, вот увидите, господин, господин. Зови меня, Ганс-жмот. А вот мой дом. Где? Это же нора. Это не нора, это мой дом. А ну, прыгай за мной. Ой, я боюсь. Ой, как страшно. Ой, я не поеду, там собаки. Они меня угосят. Это мои верные адские псы. Ой, мне это страшно. Зависть и жадность. Ой, это страшно. Сейчас они не тронут тебя. Но если захочешь уйти без спросу, разорвут. Нет, я не уйду без спроса, хорошо? Я запомню. Запомни. Запомни, запомни. Все. Вот твоя работа. Двадцать бочек медных денег. Ты должна очистить их от зелени, чтобы блестели, как новенькие. Оставляй еду, молоко и хлеб. Разорюсь я с тобой за тренировок. Разорюсь я с тобой за тренировок. Да, я чуть было не забыл. В бутылке раствор. Им будешь чистить монеты. Я буду чистить монеты. Все. Я пошел. Ушел. Как тут темно и пыльно. Хорошо, что светлячки освещают пещеру. Ну ладно, пора за работу приниматься. Где здесь раствор-то этот? Что-то у меня ничего не получается. Тру-тру. А ни одной монетки не очистила. Ох, видно. Не видать мне ни Таллера, ни солнышка. Погибну здесь у этого жаданая. Девочка! Покорми меня! Ой, кто ты? Почему я тебя не вижу? Девочка! А я в бутылке. Теперь видишь? Вижу. Ой, какой ты маленький. А ты вытащи меня скорее. А то я с голоду умру. Сейчас, сейчас. Так, держись за соломинку. Держись. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Что ж ты делаешь в бутылке? Ты что, там живешь? Да, живу. Не надо же. Раствор варю для чистки монет. Раствор? Меня зовут Петер. Ах, Петер. А тебя? А меня Анна Барбара. Знаешь, Петер, я чищу-чищу монеты, а у меня что-то ничего не получается. Анна Барбара, а ты накорми меня сначала. А потом и потолкуй. Прости, я совсем забыла, что ты голоден. Забыла. Вот тебе хлеб, вот тебе молоко. Можешь есть все, я не хочу. Вот так. Так, Анна, поешь. Ох, наелся. Ну, и спасибо тебе, Анна Барбара. Ой, за это, ой, за это я тебе такой раствор сварю. Работа твоя пойдет. Ну, как по маслу. Слушай, а правда, у Жмута есть волшебный золотой талер. Он мне обещал. Он не обманет, как ты думаешь? Не знаю, придет время, сама узнаешь. Ой, хороший раствор у тебя получился, Петер. Ну, я словно ветер не бросаю, Анна Барбара. Ой. Уже сделала? Можете посмотреть. Ни одной не пропустила? Ни одной. Ну, что ж, треть золотого талера заработала. Ну, теперь тебя ждет дело потруднее. Пятьдесят бочек с серебряными монетами. Ты должна их очистить, чтобы блестели, как новенькие. Пятьдесят бочек? Я их до старости не одолею. Надо было раньше думать. Никогда, никогда я не выйду из этого подземелья. Нечего сырость разводить. Садись, работай. Вон, хлеб на столе. Ух, обжора, молоко вон. Даром хлеб ешь. Я пошел. Пропал я. Где мой маленький Петер? Соскучилась. Ой, Петер. А я тут. Ну, 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 хватит хныкать. Ой, Петер, спасибо тебе большое, что ты помог мне очистить эти медные монеты. У тебя такой необыкновенный волшебный раствор. Да мы серебряный. Закончим, сделаем работу и свадьбу сыграем. Какую еще свадьбу? Уж не я ли твоя невеста? Ты, конечно. Ну, 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 тут чего? Вот и развеселились. Ну, сейчас я тебе такой раствор сварю. Все свое горе забудешь. Ой, спасибо тебе, Петер. Что бы я без тебя делала? Петер, Почему ты ничего не расскажешь про себя? Я ведь ничего о тебе не знаю. А зачем тебе знать? Зачем? Ну, мы же друзья, не правда ли? Да, друзья. Анна, я хочу тебя спросить. Ну, спрашивай. Только ты не смейся. Не буду. Если бы я очень-очень попросил бы, пошла бы ты за меня замуж. Ты такая красивая. Ой, что ты, Петер? Ты... Ну, ладно. Давай лучше работать. Да, давай, давай. Раз, и два, и три. Ой, чудо. Все серебряные монеты очистились. Так, видно, эту работу одолела негодница. Видно, сильно, сильно засел в голове золотой талер. Вы хотите мне его отдать прямо сейчас? Ха-ха-ха. Какая быстрая. А третье задание кто исполнит за тебя? Это нечестно. Захочешь, Талер, получить сможешь. А не захочешь работать, дело твое. Тебе, Талер, нужен, а не мне. До утра есть время подумать. Спи пока, негодница. Ах, как я устала. Завтра не стану больше ни есть, ни пить. Возьму и умру с голоду. Избавлюсь от всех мучений. После смерти встречусь с бабушкой. И забуду все беды. А теперь спать, спать, спать. Бабушка, ты пришла? Нет, милая. Я только приснилась тебе. Бабушка. Мне так плохо. Так одиноко. Терпи. Уж если, внученька, берешься за дело, так доводи его до конца, пока не получишь золотой талер. И человечка не обижай. Он твой друг. Но он хочет на мне жениться. Не могу же я жить в бутылке. Когда у тебя окажется золотой талер, все будет по-другому. Эй, Анна, просыпайся, работать пора. Вот золотые талеры. Чисть их до блеска. Поняла? Золотые талеры. Наверное, среди них и мой. Может и среди них. Но он станет твоим, если ты его сама найдешь. Как же я его узнаю среди тысячи монет? Они же все одинаковые. Не знаю. Не знаю. Хорошо, хорошо. Я сумею. Я все сумею. Я все сумею. Прощай, Анна Барбара. Скорее за работу. Это ты, Петер. Ах, Петер, чувствую я не найти мне золотого талера. Почему? Обманул меня Ганса Жмот. Сердце мне не шепнуло, какая из монет мой золотой талер. Петер, это конец. Возвращайся в свою бутылку, а я останусь тут. Будь что будет. Сейчас все будет. Так, значит, сначала покорми меня, пожалуйста. Слушай, съешь вот этот последний кусочек хлеба? Ты ведь голоден. Давай. На. Так. Как вкусно. Ай, что же делать, что же делать? Ой. Что? Что это такое? Что? Что это у меня на зубах? Какой-то камешек желтый. Это мой талер. Я его узнала. Жмот спрятал его в последний кусок хлеба. Наконец-то мы его нашли. Наконец-то. Наконец-то он у нас. Петер, это ты? Я. Какой ты пригожий, Петер. Ты превратился в прекрасного юношу. Анна Барбара, твоя любовь и доброта. Сняли с меня злые чары, хозяина этих пещер. Но как мы выберемся отсюда? Я знаю. Бери скорее свой золотой талер. Смотри, как он сияет. Он укажет нам путь. Петер, я вижу солнце. Бежим. Бежим, Петер. Анна Барбара, я тоже вижу солнце. Бежим, Петер. Бежим, Петер. Бежим, Барбара, бежим. Бежим, Барбара, бежим. Вот и вся история про золотой талер, про Анну Барбару и прекрасного Петера. Конечно же, они благополучно добрались до маленького домика, который покинула Анна Барбара в поисках золотого талера. И зажили они в нем дружно и весело. А Ганс-Жмот со своими злыми псами обходил их домик стороной. Ну, вы, конечно, хотите знать, за что же Ганс-Жмот так жестоко заколдовал юного Петера. Но это уже совсем другая история. И если вы захотите о ней узнать, возьмите в библиотеке книжку Ганса Фаллады. Будем рады, если вы, наши юные слушатели, поделитесь с нами своими впечатлениями о спектакле «История про золотой талер». Напомню еще, что в нашем спектакле роли исполняли артисты московских театров Надежда Карпушина, Галина Новожилова, Владимир Пинчевский и Степан Бубнов. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»